Я сегодня расскажу вам такие вещи, скорее это для общего развития, нехлечем для того, чтобы решать задачи из внешнего задания, но заодно мы проспредимы внести с тем толщинством между двумя амплитудами, которые мы поничили на прошлом семинаре. В прошлом семинаре мы рассмотрели, какова роль духа в соотношении уникальности и поняли, что если вы возьмете амплитуду, разрежете ее по правилу Котковского, то там, в общем случае, в разрезанной амплитуде у вас будут духи, антидрухи, не физические, а как-то продольные временные галилоны, но вследствие некоторых соотношений, который называется тоже искренне слоуновый ДО, не физические, искренне слоуновые разрезы сокращаются, и фактически резко можно только по физическому степени обслованию. Лично то же самое, если мы берем правую очередь соотношение метальности, туда у нас входят только физические глионы. В процессе этого мы получили некое соотношение на связь амплитуды перехода двух глионов до квадк-антикварта два глиона, мы ее буквой Т обозначаем, и двух холон, квадк-антикварт, двух антидрухи. Вот мы ее в древесном приближении просто выбили, пользуясь термонными динаморами. Теперь давайте посмотрим на несколько более общую такую антиоритическую конструкцию, она сама по себе интересна, заодно и поговорим немножко про динамику, чтобы тоже было понятно. Тема была сегодня такая. Боросты симметрия. Боросты симметрия. Боросты это аббревиатура Бекки Руи Сторо Тютин. Бекки Руи Сторо Тютин. Боросты симметрия. По ходу рассказа я буду также говорить некие такие общие факты, а не теоремы, из теории функций Грина. По идее вы их должны были проходить где-нибудь в курсе, на четвертом курсе введениях ФЭЧ, но поскольку, наверное, вы это не делали, то я буду эти утверждения просто озвучивать и говорить, где про них можно прочитать. А мы-то эти теоремы не говорили, да? Нет, мы-то про них не говорили, это все-таки касается главного теории поля, да? Теорема. Ну вот давайте вам на вот этой носке у вас будут как раз утверждения про функций Грина. Да? Утверждения про функций Грина. Утверждения про функций Грина. С функций Грина. А именно и дальше понадобятся эти утверждения, когда мы будем перенормировку операторов смотреть, локальных операторов и не локальных операторов. Поэтому мы к этим утверждениям будем еще возвращаться не раз. Почему функции Грина? Потому что функция Грина, это квантовая теория поля, достаточно общий объект. То есть, зная свойства функции Грина, вы фактически знаете свойства вашей теории. Функции Грина называют в квантовой теории корреляторы, сравнение по вакууму от обычно Т-произведения полей, квантовых полей. Вот это функция Грина называют, да? Более общий объект в таком смысле, что, скажем, все амплитуды рассеяния, которые мы с вами получаем, пользуясь правилом Феймана, их можно получить из функции Грина. То есть, если вы знаете функцию Грина, вы можете получить амплитуды рассеяния. А специально в данном случае уравнение дирака для кварков? Нет, это не уравнение дирака для кварков. И это будет более сложное уравнение. То есть, это будет функция Грина для более сложного уравнения, нежели чем уравнение дирака, скорее, уравнение шеймпера. Но мы сейчас не от их такой ипостаси, что это некие решения уравнения, мы на это внимание только обращать не будем, да? То есть, мы будем говорить про... Вот у нас есть лишь некая теория поля, да? А сегодня мы будем КХД рассматривать, а здесь у меня это общее утверждение, да? Вот в котором есть гранд-жан, зависящий от понятия. И это дуприк, вот это соответствие понятия. Вот функция Грина мы будем называть... Функция Грина у нас... Это сравнение Фоба-Акумин, взаимодействующая теория, я его вот так только назначу. Вот первое произведение гизенбергерских операций. Фи-а-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. То есть вот эти и нижние прибегают от этих значений. То есть вот такой объект, да? Он является функцией от n-переменных. Мы будем называть функцией Грина в координатном пространстве, да? То есть вот такой вот шар, да? Таким образом... Можно перейти в импульсное пространство и взять преобразование на крылья Грина 4 Я буду читать, что они у меня все втекают. Все в силу все втекают. Производство преобразования на крылья И тогда для этого объекта обычно всегда выгодится главная четвертая вертофункция Я вижу сумму всех импульсов. У меня все импульсы. Это что я втекающе? Вот я в пункте Грина обычно могу нарисовать как такой объект, объект с n-поставленным. Вот если оно у меня в координатном пространстве, то каждый хост это не как координата x1, x2, x3 и так далее, и так далее, и так далее. Если я перейхожу в импульсное представление, то это будет такая n-хлоска, где у нас втекает импульс. Это g, это уже такая n-хлоска, и так далее, и так далее. Здесь втекает импульс по 1, здесь втекает импульс по n, здесь втекает импульс по 2, и так далее. Вот это мы будем назвать функцией Грина в импульсовом пространстве. То есть вот эту 24-ую альта-функцию принято отделять. Отделять. Значит, первое такое важное смысл для этих функций Грина заключается в следующем. Вот все поля, которые здесь стоят, давайте я один раз подчутку, потом буду говорить. Они все в гейсенбергенском представлении. То есть это гейсенбергенский поля. И вакуум – это вакуумно взаимодействующей теории. А когда мы работаем по теории возмущения, нам удобно все переписывать через представление взаимодействия. Правильно? То есть гейсенбергенский поля не подчиняется какой-то сложной эволюции временной, где входит полный гементониан. Есть полевой гементониан, и входит сложное взаимодействие. Удобно переписывать представление взаимодействия. Чтобы перейти к представлению взаимодействия, можно сделать следующее. Просто по определению расписать, что такое вакуум взаимодействующей теории, как наименьшее состояние, состояние с наименьшей энергией, и написать определение гейсенбергенских операторов. Да? Тогда туда. Тут точно по d4p, а не по d4x. У нас же, если право... По d4x, конечно. По d4x, и тогда вот... Я запишу, что вы можете в четвертую гейсенбергене. А он не посетит. Д4x станет. Потому что от p она может быть. Вот он запись в четвертую гейсенберген. Спасибо, Евгений. Тогда можно получить вот такую формулу, если вот эту процедуру проделать. Потому что это, в общем, значит, стандартная процедура. Можно получить следующую формулу. Это будет вакуум уже не взаимодействующей теории. Т-произведения, где здесь стоят ваши поля. Фи и 1x1. И так далее. Фи и 2xn. Уже в представлении взаимодействия. То есть в том представлении, в котором он строится теория возмущения. И на экспоненту. Ев стекло гейс. Теперь 4 гейс. В одном взаимодействии. То есть переход с представлением взаимодействия к вакууму, не взаимодействующей теории, приводится к тому, что у вас у себя является вот это экспонент с лаконжером взаимодействия и появляется некий знаменатель. И когда вы будете переписывать вашу вакууму взаимодействующей теории через вакууму, нет взаимодействующей теории появляются знаменательные. Соединение по вакууму для произведения и средств последствий. Вот такой вот знаменатель. В знаменателе под такой линии только для экспонента по линиям. Да? По линиям. Но для того, чтобы все это было достаточно корректно определено, обычно пишут, что это как предел, предъявляющийся бесконечности немножко, повернутый в комплексной геймской степени. Здесь интеграл по времени от минус T до T. Ну, мы можем себе представлять, что мы T стреляем к бесконечности. Здесь у нас интеграл по временной компоненте от минус бесконечности до бесконечности. Равноват вас? Да. А вот этот вакуум, который взаимодействует? Как взаимодействует? Как вообще проверяется? Слежит использоваться? Фактически, это что такое? Мы берем исходный вакуум и действуем на него оператором эволюции. Оператором эволюции. Оператором бесконечности. Все-таки природные. Вот. То есть, эта формула, что она нам позволяет делать? Какую-то формулу. Она позволяет по теории возмущения вычислять эти функции Грина. Пользуясь обычной теоремой Ника. Я нажму ее. Простите. Скажите, я про твоя корденция? Нет, не скажу. То есть, разлагая этот экспонентум, мы будем получать какие-то поправки, получать какие-то диаграммы. И вся эта формула превратится просто в некий ряд, обычный ряд диаграмм. То есть, эта формула, с помощью которой удобно вычислять эти функции Грина. Это первый факт. Такой полезный. Наличие знаменателей вот этого среднего по вакууму, оно фактически вам в этом диаграммном ряду, который у вас получится после разложения экспонента и применения функций Грина. Да? Еще раз, Сергей. Наличие вот этой вот экспонентки, которая у нас знаменательна, оно приводит в то, что в этом диаграммном ряду вычисления функций Грина у вас остается... Да? Ничего не будет? Там, по-моему, с бетлями все это сделано. Она уничтожает... Нет, она не... Она уничтожает бетля, а уничтожает пузырьковые диаграммы. Да. То есть переход к вакууму вакуум. Это, я так понимаю, вон там написано. Ага. В трупе вы можете в песке более подробно было посмотреть, там парадок 4-2. Парадок 4-4. Парадок 4-4. 2 и 4-4. То есть знаменательный уничтожает все пузырьковые диаграммы, и фактически остается только связанная компонент, которую вы вычисляете, разлагая компоненты, как я делал. А вот эта форма, она вообще-то доказывается? Ну, я вам только что это сказал. Она доказывается так, чтобы... Вот более огромное доказательство вот здесь, чтобы вы можете посмотреть, да? Фактически она прямое доказательство. То есть вы гейсенбергерские операторы переписываете через операторов подставления взаимодействия, как вы делали. Сюда подставляете, и все экспоненты, которые от них возникают, они у вас соберутся в эту экспоненту, да? А вакуум взаимодействия вам даст обычный вакуум, деленный на вот эту... Надо запоминать. Да? Надо на коре из этого запоминать. Вот. То есть доказательство, если схематично, то оно примерно так вот. Ну, конечно. Дальше, второй факт, который нам сегодня понадобится. Если у вас есть некая функция Гринна, да? Вот, например, вот эта функция Гринна. А вы хотите из этой функции Гринна... Вот у вас есть функция Гринна, скажем, то есть, x1 плюс 2, ну, то есть, что там, xn, xn плюс 1, и так далее, xn плюс n, да? То есть, то есть, функция Гринна, то есть, от m плюс n координат, да? Вот. А вы хотите от этой функции Гринна перейти к амплитуде. То есть, у вас есть амплитудия переходов n частиц, допустим, n частиц, n начальных частиц, p1, p2, m, pm. Вот n конечных частиц. p1, k2, km, да? То есть, хотите перейти от функции Гринна к амплитуде, да? Как мы это должны сделать? Процедура называется рефекционной формулой Леммана-Семанчика-Сидермана. Это процедура перехода от функции Гринна к амплитуде соответствующей. Рецепт такой. Рецепт такой, что мы должны, во-первых, перейти в фурье представление этой функции Гринна, да? То есть, от всех координат, перейти к фурье координатам. То есть, перейти от функции Гринна к амплитуде. То есть, сначала мы должны сделать фурье преобразование. То есть, по всем этим координатам делаем фурье преобразование. Причем у нас вот эти как втекающие, да? То есть, например, p1, p2, pm, p3. Вот эти я нарисовал вытекающими из диаграмм. То есть, я напишу минус k1, минус k2, минус k1. То есть, сделали вот такое преобразование в фурье, выделили фурье в четвертую как-то функцию. Отделили, да? Отделили. А дальше мы должны сделать следующее. Мы должны, фактически, вот функция Гринна, почему она более общий объект? Потому что у вас эти импульсы, которые здесь стоят, они не связаны дисперсионным соотношением. То есть, они могут быть нерамасовой поверхности. То есть, p2 может быть не равен массе. Когда мы рассматриваем амплитуду растения, у нас p2 равен массе. То есть, мы должны, чтобы перейти от функции Гринна, перейти к амплитуде, должны поместить вот эти все импульсы на массовую поверхность. То есть, их квадраты положить соответствующим массам. И поделить на пропагаторы внешних линий. То есть, вот как-то это так выглядит. Эта же диаграмма, она является диаграммой для функции Гринна. У меня вот здесь вот n внешних начальных линий, n внешних конечных линий. Вот я должен обваливать эту функцию. То есть, я беру предел, помещая все частицы на массовую поверхность. Я вот так вот прошу. То есть, такой предел означает, что я помещаю частицы на массовую поверхность. И делю на их функции Гринна. И делю на обратные пропагаторы. Ну, где для простейшего случая, если у меня есть спицы с коля, то дельта от b это у меня спи делить на b2-m2. Вот это вот дельта, которая здесь стоит, это обратный пропагатор. Что здесь стоит? Обратный пропагатор. То есть, дельта это i делить на b2-m2. То есть, если частица скалярная, то, например, все здесь стоит 100. Вот. Ну и еще одна. Еще в случае, когда вы в высших играх работаете, вам нужно еще на множители перенормировки для каждой линии поделить. Вот мы об этом на следующем семинаре уже поговорим. Сейчас пока что не очень существенно. Но кроме деления на пропагаторы, нужно поделить еще на, так напишу, Z1'-1, Z2'-1, Z2'-1, Z2'-1. Где соответствующая Z это константы перенормировки вот этого поля. Первого, второго, третьего и так далее. И здесь точно правильно. z1' минус 1 вторая, z2' минус 1 вторая, zm' минус 1 вторая Т.е. на корень из константа переговорки поделитесь. Т.е. это некая константа вообще говоря. Т.е. если вы эту процедуру сделаете, то вы из функции глина получите амплитуду. Т.е. на словах еще раз, просто что сейчас нужно запомнить? Чтобы получить из функции глина амплитуду, надо все импульсы положить на массовые поверхности и выделить вот эти регулярные факторы. Т.е. выделить в этой функции глина, выделить полюсные вот такие множители. Вы их выделяете как раз на них деля. Когда вы их выделили и устремили по квадраткам, квадратных выделили. Это просто у нас что-то типа вычета получается? Ну, такого много частичного вычета, да. По сути можно так сказать. Мой вопрос. Да. А в смысле, в случае фермионов мы тоже такой пропагандисты? В случае чего? Если мы фермионы, если у нас внешний винод, то такой себе вариантов. Если у нас внешний винод, то пропагандисты. А, в смысле, это именно в точности и обратно всё понятно? Конечно, да, здесь просто пропаганда стоит. То есть мы в этом смысле переходим к кондикированным функциям Грина? Да, да, да. Дело в том, что вот эта экспонент, она нам дает как к самому функции Грина, так и к поправке функций Грина, к верхней линии. То есть вот это всё поправки функций Грина, которые возникают за разложение этих экспонентов. Из-за разложения этих же экспонентов возникают поправки. Вот чтобы устранить вот эти поправки к верхней линии и сами внешним Грином, вы берёте и делите на константы перенервирования. Вот эти z, да, я их если позволал. Чтобы устранить вот эти дела. Почему? Потому что амплитуда. Амплитуда как она у нас определяется? А у нас определяется как набор ампутированных диаграмм. Помните, в первом смысле я вам говорила? Когда вы считаете амплитуду, вы берёте только ампутированные диаграммы. Потому что все поправки к внешним Грином, они уходят в свою перенормировку, в константы перенормировки. Вы их один раз посчитали навсегда и всё, зафиксировали. То есть вот эта процедура нам позволяет от функции Грина переходить к амплитудам. Да? Приказательство более подробнее в том же детскому по реакции Синьбан. Но это я сегодня просто всё в Грином использовал, поэтому я эти утверждения пока перечисляю. Ещё один, на котором нам понадобится магнент, я сейчас... Ну, давайте, ладно, пока здесь перечисуем. Тоже про функции Грина. Тоже про функции Грина. Вот эта формула, которая здесь дана, это формула, в которую входит обычный оператор наш. То есть вот это всё вторично плантованное оператор у нас, вторично плантованное пространство и так далее. Есть ещё один формальнём, который, возможно, на лекциях говорили, если не уверен, о континуальном интегрировании. Вот эту же формулу можно переписать в следующем виде. Не зря описать к НСН. Переписывается в следующем виде. Функцию Грина можно представить как функциональный интеграл. 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 Если вы порезли. ДН. 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 Куда-то нам всего полезно используется. Помогает большому штукой будет. ДН. 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 Измиран. ДН. ДН. Здесь стоит. ДН. 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 Как-то не а у нас стоит, вот здесь написано Гранжан, то плюс, да? Значит, что здесь есть в том? Вот теперь в этой записи φ – это обычные классические поля, просто обычные функции от координатных пространственного времени. Что такое вот это при φ? Вот эта континуальная мера. Как мы все это представляем? Вот мы берем наше поле φ1, ну, например, поле гриона. А дальше все пространство времени делим на сетку. Вот как здесь у меня пространство, а здесь время. И в каждом узле сетки введем свои переменные. То есть будет вот это поле, поле φ1 в какой-то точке, задаваемой двумя координатами. И ж. И ж. Ну, а вот это вот поле, это вот в данном случае, это у нас как бы то же самое, что у волновая функция, заточные квантовые механики. По смыслу. Что такое волновая функция, смысл вы продаете ей вероятности, да? Вероятности смыслов, правильно? Кукльтура производства. Ну, это в виде физической, да? Но здесь я пока что ни про какие вероятности не говорю. Здесь я говорю, что есть обычная теория поля, да, у нас? Квантовая теория поля. В этой квантовой теории поля можно вот эти φ считать операторами, операторными полями, а можно и классическими полями. Внутренние, да. Вот. И вот этот антеграл, да, континуальный, 2,1. Вот с точностью домира, которая нам, на самом деле, не интересна при впечатлении функции Грина, потому что она будет сокращаться вот с числителем и знаменателем, отсюда и отсюда. Т.е. нормировочные множители нам не очень интересны. Это есть просто произведение по всем моим планам решетки от вот таких дифференциалов. Т.е. я по значениям полей в каждой точке решетки проинтегрирую, да, и возьму предел при устремлении размера решетки к нулю. Т.е. чтобы корректно определить, здесь мы можем некий нормировочный множитель, в который входит этот размер решетки, он для нас не принципиальный. Т.е. оказывается, что эти функции Грина, да, обычные функции Грина, в квантовой теории их можно вычислять, не считая наши поля квантованными, считая их классическими полями, но проведя вот такую интегрирование. Такое интегрирование обычно может быть проведено до конца, только когда у вас гаусситский интеграл. Т.е. если по смыслу правильно говорить, то есть как бы у нас тут есть некая суперпозиция состояния, где мы столь в разных точках имеют ратурные величины, мы как бы по всем возможным этим суммируем. Т.е. мы рассматриваем всевозможные конфигурации всех полей, да, всевозможные конфигурации всех полей с весом, равным действиям на этих полях. Т.е. у нас есть вес такой вот, вот этот экспонент издает вес. Т.е. статистический действие. Т.е. у нас ли сумма вероятности того, что поле имеет вот такую конфигурацию? Можно считать, что это сумма амплитуд вероятности, да, амплитуд вероятности того, что поле имеет такую конфигурацию. Т.е. вот эта формула, то есть функция Грина можно было бы вычислять и так тоже, да. Т.е. все эти интегралы, вот они многонервные же, да, правильно, здесь очень много интегралов стоит по каждому полю. Ну, сколько у вас узлов решетки, столько здесь интегралов. Т.е. естественно, если у вас есть вычислены только когда у вас интегралы здесь стоящие гауссовские. Т.е. если они гауссовские, то все можно вычислить и результат будет точно так же, как у нас результат вычисления в обычном подходе, когда мы оперируем с исцеляторными гаутонианами. С исцеляторными гаутонианами и гауссовские интегралы это одно и то же. Т.е. просто от обычной квантовой механики этот подход применить можно. Т.е. конечно можно. Т.е. можно от обычной квантовой механики применить и через континевальный интеграл будет записываться. Т.е. как бы все путешествия просто выиграли. Т.е. сконтинговальный интеграл. Т.е. у нас стоят dx от t. Т.е. в степени минус e. Т.е. как бы не агент. Т.е. как действие. Т.е. как действие. Т.е. в обычной квантовой механике вот такая величина будет давать вам, т.е. т.е. есть функция эгрима, перехода начальной квантовой функции в момент, т.е. Т.е. есть начальная квантовая функция в момент, то чтобы получить в моментrian квантовой функции в момент t, вы должны рассмотреть вот такой континент, вот такой континуальный интеграл. Такой континуэльный интеграл. Здесь это уже обычное действие, записанное через координаты, ну, через галлютриниан, координаты до галлютринианта не будет. То есть, амплитуда перехода частицы из одного состояния в какое-то другое состояние, вам будет отдаваться координатной механики с каким-то континуэльным интегралом. Это про ту аналогию, про которую вы говорили. Нас сейчас это пока что не интересует, мы противовое поле, да, как мы с вами говорим. Какой удобный способ зачисления этих функциональных интегралов есть, некий общий такой подход. Он здесь тоже, и вот в этом подходит с тем же успехом, вот при нём. Это так называемая производящая функция, это производящий функционал. Это четвёртый пункт, это производящий функционал. Производящий функционал. Что мы делаем? Мы строим вот такую конструкцию, дубольвер от G Это есть обычный наш интеграл, который как объединяем dF1 и dFn Здесь стоит экспонсия там, где кроме ладжанного взаимодействия Кроме ладжанного взаимодействия стоит еще вот такая добавка Вот смотрите, вот у меня есть много полей, я их обозначил Fi и от единицы dm Для каждого моего поля, скажем, кварк, антикварк, глион и так далее, дух Я вкажу их на своем источник Gi Поле зависит от x, источник поле зависит от x И еще один раз Ввел источник Тогда, если я умею считать вот такую интеграл, который называется производящим функционалом То любую мою функцию Грина я таким образом могу получить Моя функция Грина Как получается? Я вот здесь вот стер Интеграл, скорее всего, как она стер У меня не забываем То есть, если я один раз посчитал производящий функционал, то на самом деле я посчитал и все функции Гриновые Почему? Потому что функцию Грина можно получить из производящего функционала с помощью дифференцирования по источникам Вот я вам уже рассказывал, что такое функциональное производное Вот еще раз напомню Смотрите, если у меня есть какой-то источник Источник гитого поля Гитого поля в точке x Да? То есть, его функциональное производное по источнику житого поля в точке y Это есть просто по определению По определению есть Дельта и g Дельта и x Дельта и x Дельта и x Дельта и x То есть, вот так я могу определить то, что такое функциональное производное Тогда Моя функция Грина переключится Смотрите как Это будет Единица надо борьба от g Единица надо борьба от g А здесь будет стоять производный Теперь будет М штук d g и 1 в точке x d d d g и 2 и так далее d d h d d m и x Я должен взять такую функциональную производную Ну и еще у меня от взятия каждой функциональной производной И Смотрите, если я беру функциональную производную то Что такое будет? Функциональная производная по скажем p1 от x1 под integral d4 x вот этого g d от x phi d от x Здесь сумма подбежит Да? вот такая производная вот такая производная чего равна? Вот у меня вот эта производная подействует сюда туда по такому правилу и останется только поле выскочит только поле φ и 1 правильно? в точке вот здесь возникнет где-то функция правильно? x1-x по x я integral взял и осталось и 1 в точке x1 это как раз то, что мне нужно то есть от каждой такой производной производная мне будет искать вот сюда моё поле а от чего у нас это дельта это или вот дельта у нас будет дельта я еще не дописал не дописал и после того, как вы эти производные взяли вы должны положить источник равным 0 то есть продеференцировали а потом все источники положили равным 0 а деление g это фактически вот этот интеграл который вам пузырьковые диаграммы сравняет если это 1 0 это в такую штуку превратится правильно? сижу 1 0 0 то есть зная производящий функционал мы можем найти все функции грина вот такая полезная информация так понятно, да? что происходит и последнее пятое свойство этому надо все понадобиться дальше мы приступим к конкретным каким-то примерам все все работает опять как свойство такое свойство свойство да? пусть вы считаете некое среднее от такого-то функционала нашего функционала наших полей где тот средний я подозреваю такую вещь интеграл по d f1 d f1 d вот экспоненты и выгружаем взаимодействие до 4x с с тему стоим под среднем я обычно поделить на нормировку я возьму d f вот просто ассомнировки то 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 что здесь записано это что такое это среднее от фи и 1 и 2 и так далее то есть внутри этих терминов внутри этих терминов наша функция грена наша функция грена это среднее от фи и 1 и 1 с 1 в стиле m x а конденсат у нас тут точно дается какой конденсат ну это последнее значение было вакуум а среднее значение по вакууму ну ну да да вот это среднее значение по вакууму то есть то что поле x например так кирилл давайте сейчас пока не будем в сторону это не вопрос не сто немножко оперы да то есть среднее по вакууму конечно но не про общую схему взять с этих средних то есть это среднее это среднее с несколько того что вы смотрите что делаете вот ваш этот функционал он в ночь в земелье это просто набор полей в точках да соединяетесь с весом действия да с весом действия так вот а а а а а вот мы смотрим на такой объект да такое среднее и допустим у нас есть есть метод преобразования полей то есть преобразование полей то есть это формула по которой вы переходите алкоголик фиитово и переходите фиитово плюс дельта фиитово фиитово преобразование то есть я на него буду требовать только одно ограничение что мера функционального интегрирования вот этого мира она им вариантна относительно преобразования то есть мера d фиитово d m а моим вариантом вот этой d фиитово фиитово m штрих d d штрих d m штрих d т.е. переход к полям штрихованным фиитово фиитово штрих он не изменяет меру то есть мера тогда оказывается что мы изменение нашего функционала среднее изменение нашего функционала при таком изменении полей т.е. вы начали менять поля все поля у вас изменился ваш функционал да вот вот такое увеличено да это есть не что иное как минус i среднее на изменение вашего действия действие в данном случае это вот d 4х лаган жам да и какое следствие отсюда следствие для нас наиболее важное что если при таком преобразовании не меняется действие то что с теорементами нет, что у нас было следствие то есть если изменение действия при этом преобразовании в 0 то получается, что среднее от преобразованного функционала тоже дает 0 правильно? вот сюда подставляют если действия не меняются то и среднее от вариации функционала тоже окажется не снять вот такая абстрактная теорема сейчас мы ее на более конкретном примере посмотрим, как это все работает пока что я вам не вложил довольно фургарно свойства функций Грина потому что все-таки не они у нас являются предметом изучения мы будем использовать эти свойства и доказательства, конечно, интересны в одном из них можно найти в соответствующих монографиях давайте теперь возвращаемся в наши свойства сейчас возвращаемся к нашим теориям, про которые мы хоть что-то знаем я вам пример пример это элитродинамика 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 за сколько я пишу давайте вспомним как у нас выглядит лакранжиан нашей конкретной кардинамики лакранжиан полный лакранжиан он в себе содержит обычные члены фермион длинная производная и амазоновая часть Дальше он содержит член, фиксирующий калибровку, правильно? Ну давайте для калибровки будем использовать калибровку Лорейса То есть у нас условие, фиксирующая калибровка, будет выглядеть как дмю амю равно дмю То есть вот такой вот появился член, дополнительно фиксирующий калибровку Теперь давайте я к этому лагранжанам возьму и добавлю еще один лагранжан Лагранжан свободного поля То есть поля, которое ни с одним из вот этих полей нет взаимодействия То есть этот вопрос вот Кирилла спрашивал Если частицы ни с чем не взаимодействуют, то она есть или нет Ну вот мы имеем право добавить сюда частицу, которая ни с чем не взаимодействует, или ее нет Ну для таза и калибровки духов или профессиональных духов нет никаких Вот я возьму обычное скалярное вещественное поле Я его буквой комикой обозначу Безмассовое И добавлю к исходному лагранжану, добавлю вот такой лагранжан Потому что у меня есть обычное свободное скалярное поле Вещественное поле, которое ни с чем не взаимодействует То есть здесь не повариантное производное, а обычное производное И теперь давайте попробуем поглядеть на суммарный лагранжан Вот у меня суммарный лагранжан Крет плюс духов членов, тривиальный членов, да? Он тривиальный, потому что это поле ни с чем не взаимодействует Посмотрим на его симметрии этого лагранжан Калибровочная симметрия у нас уже исчезла, правильно? Почему? Потому что мы фиксировали калибровку, да? То есть мы калибровку фиксировали, казалось бы все, калибровочная симметрия нет А нет, в принципе здесь еще осталась одна Вот чтобы ее явно написать, я как раз и ввел вот это фиктивное поле, которое ни с чем не взаимодействует Вот давайте эту симметрию запишем следующим образом Следующим образом Значит, вспомним, как у нас ведет себя калибровочное поле Как ведут себя поля при калибровочных преобразованиях Вот в поле аню Куда переходит? При калибровочных преобразованиях Чего там добавляется? То есть у меня есть калибровочное преобразование с параметром цепла То есть у меня есть калибровочное преобразование Да, 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 то есть у меня есть калибровочное преобразование Если тета, то бесконечно малый. Если не бесконечно малый, то тоже, кстати. Здесь разницы никакой нет. В КХД так было. Здесь была кавариантная производная. Правильно? Кавариантная производная в присоединённых приставлениях. А поле ПСИ у нас как преобразуется? И при бесконечно малом преобразовании и тета на ПСИ. Вот давайте теперь рассмотрим такие преобразования, выбрав в качестве калибровочного параметра θ, выберем в качестве калибровочного параметра, выберем уже это константа взаимодействия. Давайте рассмотрим про элитизамент и поговорим. Буква Е может значить что ли? Давайте в качестве тета выберем следующее выражение. Будет некий малый ε, который мы установим к нулю, то есть инфинтезимальный параметр. Умножить на заряд электрона, чтобы он не экзаряется практически по большому счету, и умножить на наш эффективный фуле уни-датекс. То есть вот такое калибровочное преобразование рассмотрим. То есть мы будем считать, что наши поля преобразуются следующим образом. Поля амю переходит в минус единицы на е, а дмю будет ничего не надо написать, значит дмюц там, и это есть минус, а значит малый параметр, дмю комью датекс. Изменение поля Пси. Изменение поля Пси, если это какое-то новое поле, а это минус старое поле. Это будет, ну, просто одно здесь, одно равно. И тетоксин, что есть, и экзионный заряд электрона на гумето. И еще луками, вот это калибровочное преобразование, да, про него мы все знаем. Что мы его знаем? Что вот такой бакланджан, без вот этой добавки, он приводит к чему? К инвариантности относительно такого преобразования, правильно? Когда он делает члены фиксирующего калибровки, калибровку, вот это калибровочное преобразование оставляет вам бакланджанным вариантом. Это мы знаем, да? Так. А вот теперь мы сделали преобразование еще для нашего фиктивного поля Омин, которое выглядит таким образом. Эпсилон, эпсилон, единицы на калибровочный параметр, демерами, вот так. Эпсилон, в смысле, тоже стараемся? Эпсилон, демерами, да. То есть некий малый параметр, демерами, вот. То есть вот такое преобразование. Давайте посмотрим, к чему оно приведет. Вот я утверждаю следующее, что могло-демер, да, в котором есть фиксирующий калибровку, именно это фиктивное поле Омин, он будет теперь инвариантен относительно таких преобразований, да. Давайте покажем, как сейчас кто-нибудь из вас видит, и рассмотрим, как будет изменяться. Вот такая величина. Миро соединиться на Омин в квадрате, да. То есть это член фиксирующий калибровку, и духов член. То есть мы смотрим, что происходит с вот этим куском нашего лакранжиона при таких преобразованиях. Вот этот кусок, как мы и знаем, он инвариантен относительно таких преобразований, правильно? Мы это уже только что сказали. Потому что это фактически калибровочное преобразование. Эпсилон здесь это обычное число. Это не С число, а просто обычное, наоборот, С число. Кирилл. То есть варьирование по нашему полюру практически то же самое, что дифференцировало, да? Дифференцировало нашу полюру. Что здесь будет? На два, в том числе здесь в квадрате, да? Дмю амин. Одно осталось, а второе? На дмю от дельта амин. А вот это у нас будет? Ну пока просто напишите, потом отставите. На дмю от дельта амин. Чуть-чуть посидеть. Чуть-чуть посидеть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сделала у нас демочек. Хорошо. Ну, пока в втором четвертеже напишите. Завел. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дубежитер DimaTorzok Ordinaryわか DimaTorzok И D. Ну, данный номер будет Омега от X. Ну, эти индексы по-разному решите, чтобы здесь был Н, а здесь какой-то другой Омега от X. Ну, нет, ну Ню. Да Ню? Ну, бывает Омега от X. Омега от X и еще параметр минус Epsilon впереди. Уже? Да, правильно? Уже нет. Уже есть уже больше. Да. Угу. Теперь здесь. Здесь вот так же сократилось, да? То есть стоит, Dm, Epsilon на 7. Угу. Дмю у Амю, Дмю Омега, Дмю Омега. Ага. Дмю омега на дмю от чего? Дмю омега. Здесь аккуратно. Здесь то же самое мю пока что стоит. Да, дмю от дмю омега. От дивергенция как бы. Выпишите я. Дмю омега. А дальше, ну, 5 тел аннекси выносится за скобку, а дальше это всё как полное производное. Ну, совершенно верно. То есть видим, что эксил аннекси вынеслось, и это полное производное от чего и почему? Ну, допустим, по д... так же. Ну, от дмю, да? Да. От какого выражу? От дмю омега, например. На дмю омега. Да, то есть на дмю омега. На дмю омега. На дмю омега. На дмю омега, да. Да, совершенно верно. То есть первая слагаемая у нас возникает до такого дифференцирования, вторая слагаемая у нас возникает до такого. Понятно? То есть это как бы получается диверденция, а потом мы как-то по d4x заинтегрируем, то оно за 0x. То есть получалось, что наша вариация при преобразовании слилась к полной призводной. Это значит, что действие, которое есть интеграл всего вот этого, от d4x, оно будет инвариантным, правильно? То есть мы как раз находимся в ситуации, когда у нас есть некое преобразование, да, и наше полное действие инвариантно относительно этого преобразования, правильно? То есть мы можем написать, что d4x, оно будет, правильно? D4x в этом месте, что такое? Дальше, длительность. А чего? Ну, вот от этого, от такой добавки к лагранжаму. А чего от такой добавки? От такой добавки ноль будет. Действие, это что такое? Просто ваш лагранжаму. От лагранжевой плотности, да. Ну, они дорыбчаные, это бусы. Ну да, да. То есть мы видим, что у нас есть некое преобразование, некая новая симметрия, да, некая новая симметрия, относительно которой действие с уже фиксированной калибровкой. То есть мы калибровка зафиксировали, а некая симметрия осталась, да. Симметрия очень похожая на преобразовательное преобразование. Пока что это выглядит все, конечно, интересно, но довольно абстрактно, правильно? Давайте некий вывод полезного из этого получим. Сейчас погодите. Вывод экстракт пока возьмите, Кирилл. Вывод такой. Так. Вот это на стол, да. Вставлю. Вот смотрите. Пятое наше сложительство. Вот если мы в качестве F, в качестве F, да. В качестве F от наших полей. Какие у нас поля из этих динамик? Ну, фотонное и спизорное. Пиморное поле. И теперь у нас еще что появилось? Духовое поле. Скалярное. Еще раз. Здесь стоит F, да, плюс F, да. Да. Здесь еще есть добавка, которую мы написали. А это как бы все в судьбе. Да, это не в судьбе. А, ну да. То есть новое поле-более в столярных данных. Вот если я в качестве вот этой добавки рассмотрю экспоненты от I, D4, X. А здесь вот стоит следующее. Смотрите. Женивание от X, то есть это источник для фотонного поля. Плюс х с чертой от X на Psi от X. Х с чертой это источник для поля Пси. Да? Для спинорного поля. Для спинорного поля. То есть это тоже без спинорного поля. Да, это тоже без спинорного. Да. То есть это источник, который по своей структуре является без спинорного поля. Да? Да. И на FI тогда. Да. И на FI, то есть. HI и FI чертой это ненависимые два источника. Это не сопряженные поля, а независимые поля. Да. Независимые источники. И еще с полярной мы давайте вот просто сделаем нашим без эмбицировым. Измерка и слава. Если я в качестве моего F, вот эту функционал от F, возьму вот такое выражение. А моя мера вот эта, как она будет выглядеть? И ГС. И ГС. И ГС. И ГС. И ГС. И ГС. Это что такое? Это будет нера для... Атомного поля, да? На Д Омега. На Д Омега. И два спинорного поля. И ГС. И ГС. Вот эти полярки, они должны быть в Грастер, контирующих Грастер. А то есть анти-про Грессмана в смысле? Да. Есть там в Интергранду Березина и все такое. Да. Мы сейчас про это говорить особо не будем, просто я для кривичья написал, как функционал выйдет. То есть мы по спинорным полям тоже должны быть в ГС. Тогда среднее от этого F. Но в этом смысле это что такое будет? Это будет функциональный интеграл вот от этого... Погодите, напишите, напишите. Если будет функциональный интеграл вот в этом выражении с этим действием, это что такое будет? Мы сегодня уже писали о том, как он назывался? Ну, в смысле, через производящую функцию... Ну, в личности я могу, это будет просто производящая функция, дубль ваер, правильно? Ну да. Напишите, дубль ваер, ж. Дубль ваер, квадратно. Да? А, да, да. Вот все наши источники. Аджи, мёда, хи и хи с чертой. То есть мы сейчас применим наше пятое обсуждение по такому частному случаю, когда фактически у меня получается, при взятии к среднему, производящий функционал. Да? Тогда вот то, что в УДЕК стоит, это есть нежный нюанс, как вариация нашего, или что там все? Красота. Красота. Верно? Вот. И что наше театр вам говорит? Чему это равно? То есть если в качестве преобразования полей, которые вот здесь вот фигурируют, да, вот это преобразование, мы используем в РСТ преобразование. Ну да. То есть это будет ноль. Потому что это действует в РСТ, да? Ну да. То есть это будет ноль. А что это значит? Это значит, что если мы взяли производящий функционал, да, совершили над ним преобразование в РСТ всех входящих в него полей, да, и вы получите ноль. Должить ноль. Исходя из того, что эти действия у вас в варианте. Единственное, что мы здесь не очень проверили, это что? Что меры очень в варианте. Правильно? Верно. Что меры не в варианте. Ну, в принципе, это достаточно очевидно. Почему? Потому что это калибровочное преобразование. Это обычное калибровочное преобразование. В нем мира не меняется. Это не очень очевидно для этого духового члена. Ну, это следует из того, что, там, из-за 12 его кубок и калибровочное ноль варианты. Поэтому, поверьте, не даст вам, что мера тоже оказывается здесь ноль вариантами, да? То есть, короче говоря, все длинные тираны нужны для следующего. Что если ваши действия являются и в варианте, и в простых вариантах, то и в варианте производящего функционала равно лишь. Вот это главное отражение, которое нам нужно. Все, что было до этого, это некий его ввод, да? Опирающийся на не доказанные отражения. То есть, главное отражение, которое нам надо, это то, что производящий функционал, а не ноль. Вариация производящего функционала равно ноль. Раз вариация производящего функционала равно ноль, то что можете сказать про функции Green'а, Которые получаются отсюда вариацией по источникам Так, тоже много? Тоже много, да? То есть все функции green, которые мы будем получать из этого производящего функционала Они будут обладать тем смыслом, что их вариация будет однозначно, правильно? Ну да Потому что когда я получаю функцию green, я варьирую по источникам Это соотношение, правильно? Варьирую по источникам Отлично Давайте возьмем следующее Возьмем такую функцию green Функцию green В которую входят одно бионное поле и одно днюховое поле Вот такую функцию green, смотрите С 1 и 2 Средняя по вакууму А здесь стоит одно бионное поле Одно фотомное поле, у нас тут или трагинальное сейчас, да? В точке x1 И одно днюховое поле в точке x2 Вот Вот Ну и любую модельную функцию green взять Вот давайте столкнуем эту Для примера И про нее мы точно знаем из вот этого соотношения Из-за того, что есть инварианты Следующее предваряющие эмоциональные варианты И следующее, что все функции green инварианты в этом смысле Да? Давайте проварьируем 2 Да Если мы ее проварьируем, то мы получим 0 Вот варьируйте ее То есть с одной стороны это 0 А с другой стороны это 0 Ну, правильно, надо варьировать Варьируйте Подставьте пока общее выражение То есть вариация A, плюс вариация A И вот это вот отсюда подставлено И вот в порядке, погоди сюда А, мы так написали, да? Да, да, вот так Ударай отсюда подставлено Да Минус эпсилон Доминого омега Только давайте все координаты Пишите тоже От чего? От x1 На омега от x2 А омега от x2 Плюс Эпсилон На амега от x2 На амега от x2 Но все эти функции грима выручатся через Т-произведение, как мы сегодня знаем, и Т-та функция. Поэтому давайте Т-произведение так еще. Садимся, здесь Т-произведение. Я ее просто стрелкой вставлю. Хорошо. Стрелкой вставили. Ну ладно, тогда не важно в каком порядке. Ну да. Это что такое здесь? Даню. Даню такая? Да. Ок. Хорошо. Теперь давайте возьмем... Что? У нас есть такое толщинство. Да. Давайте вы еще раз подпишите. Распределим ее красиво. То есть 0 равен чему? Эпсилон выносим. Да. И средняя по баллу мы не выливаем. Угу. Единица на Акси Дню Аню. Амю от Х1 на 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 Дню Аню. Давай следую я по баллу мы закроем. И напишем следующее. А, А, Дню Аню. Две равные функции. Длина. Амю от Х1 на Дню Аню. Минус. Самые была. Нет. Ну а я писал, что вот от нас к ротингу уменьшу. Угу, вот сançка. Волк. Вот. Да. И вот это можно как кодную производную тоже написать? Ну зачем? Нет, проще даже. Давайте теперь, вот у нас есть такое тожество, на самом деле уже довольно любопытное тожество. Потому что сюда только поля кварк фотонов входят, а сюда только духовые поля. Духовое поле он помен, оно свободное поле, оно ни с чем не взаимодействует. Давайте возьмем преобразование Фурье. Д4 x1, а Д4 x2. Вот такое преобразование, смотрите. Минус ИП, x1 минус x2. Вот такое преобразование Фурье, да? Тогда левая часть по что превратится? Левая часть? Так, ну... Ну тут дифференцирование в К превратится. Да. То есть взял такое преобразование Фурье, да? Да. То есть смотрите, вот здесь вот у вас стоит производная ОХ2 только, правильно? Если бы этой производной не было, допустим, что ее нет, да? Тогда это преобразование Фурье что даст? Ну... Ну... А... Ну... А... Ну... Дельдафункция... Давайте вот так его напишем, чтобы чуть более поняли было. А... Так вот... П 1 x1, минус x2, минус x2, минус x2. Вот так вот. Ну да. Лучше так. Да? Если я так напишу. И тогда это будут поля Фурье представления... А... Поля Фурье представления, но... Средние по вакууму от х3 произведения что даст? Так... Пропагатор. 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 Фотона. Да. И что еще? Ну... Единица на кси, коэффициент какой-то. Ну, как пропагатор-то здесь хозяин? Пропагатор-то что такое? Пропагатор-то, соответственно, тут А и А даже. То есть, у нас производная должна, например, инкульс вытащить, когда уходим Фурье обратно. Вот. И, соответственно, отборяясь крайне... Ну, пропагатор-то, возьмем... То есть, если получился пропагатор, мы должны по разнице Фурье, правда? Правильно? По x1, минус x2. Да? То есть, нужно вот здесь вот выделить разницу и сумму, да? Да. Ну, да. Минус у. Что тут? В смысле, по 1 и по 2 разницу и сумму. Ну, еще раз. Вот чтобы здесь пропагатор возник. Да. 1 и по 2. Чтобы пропагатор возник. У нас должно быть... Что? Должны по 1 и по 2 разницу и с 2. Ну, да. Да. Так, то есть, это где-то минус... Ну, скажи, нельзя так напишу. Здесь по 1 и по 2 напишу. Так. И плюс как 2. А здесь добавлю по 1 и минус по 2 на сумму. 1 и плюс 2. Ну, да. Но пропагатор вот от этого возникнет. Ну, плохо. Нет. Это чем работа? Как это связано с исходным разницу? Так. Одно из... Ну, одна вторая от исходного... Почему? А, сейчас. Все лишнее сократилось? Ну, ладно. Так. b1. Так. 2x1. Ну, да. Ну, стопки. Расскажите, чего вам надо. В2. x1-x2. плюс x1 плюс x2. 2x1. b2. x1-x2. x1-x2. b2. x1-x2. 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 Да. Да. Так. У нас здесь между той стоит два плюса, да? Да. То есть, если мы хотим, чтобы совпало, нам надо вот так писать. Здесь минус, а здесь плюс. Да. Здесь минус, да? То есть, когда при по 1 у нас все, как было, так и останется. А при по 2 у нас возникнет плюс x2. Да. То есть, плюс x2. То есть, то, что мы удовольствуем. То есть, если на полуку теперь под плюсом, сюда написано. То в экспоненте стоит вот такая геморгия. Правильно? Да. Теперь от x1, x1, x2 мы можем перейти к чему? К x1-x2. К x1-x2. К x1-x2. Ну, пополам. Пополам. Пополам сюда нанести. А кто-то пополам сюда нанести. А кто-то пополам сюда нанести. Экобианная единица будет, по-моему. Ну, вот, когда сюда пополам нанесете, будет. Ну, да. Тогда пополам. То есть, это можно как-нибудь обозвать x и y, например. Нет, y1, x2. Так. d4y1, d4y2 на ней степени минус y1, b1 минус b2. Ого. Хорошо. А здесь будет что ставить? А здесь будет так, ну, единицам на 7, а миол от x1 на так. А миол от y1 плюс y2. Давайте вот так мы сделаем ее, чтобы... Экобиан действительно будет ничкой равен. Пополам сюда нанести. А. Причем сюда. Тогда вот это у вас y1, вот это у вас y2. Ну, да. Тогда никакая ничлительная единица будет равен. Правильно? Да. Правильно? Так как было написано, он относится одной второй равен. Правильно? Тогда вот среднее по вакууму, оно от чего будет зависеть? Оно же только от разницы будет зависеть. Правильно? Да. Поэтому я могу здесь написать, скажем, 0, а здесь могу написать y1. Да. Правильно? Вот так и напишите. На b надо ню 1 0. Это произведение тоже нужно записать. Средний баланс. А от y2 ничего не зависит, правильно? Да. Значит, интеграл по y2 что заст? Ну, дельта-функция. 2π4 дельта-функция. Помните, как мы там говорили, что при взятии фурье всегда возникает 2π4 дельта-функция? Ну да. То есть будет некая 2π4 дельта-функция? То есть будет некая 2π4, они лучше тебе 2π4 дельта-функция. Первая реальная. А-а-а. Под b1 плюс b2, это просто закон сохранения не даст. А-а-а. А вот этот даст пропагатор. Это даст пропагатор? Вернутый из импульсного индекса. Ага, только еще про дифференцированные, да? Да, я и говорю, что... Давайте аккуратно его дышите. Ну да. Так. То есть это будет... Вот обратите внимание, здесь среднее по вакууму, которое вы так и не написали, разряды сделали, и все не заваляют и дезинберговские. То есть здесь среднее по вакууму, и здесь вакуум, да? Напишите, что такое вот. Да. Так, ну это будет и визнус инорексин. Визнус инорексин, да. Итеграл Фурье идет. Итеграл Фурье, коль скоро P2 равно минус P1, можно его... Мы можем сказать P2 равно... Чему? Минус P1, а P1 равно P, да? То есть будет D4. Y1. на E степень? Ну и еще там будет. Минус Y1P, я хочу. Играл Фурье? Да, да. На среднее по вакууму. Погодите, вот. Приднее по вакууму, давайте сюда дальше выпишем, среднее по вакууму, а при холодной пока не выпишите. Среднее по вакууму вот аминовый дегрекатил. Аминовый амин. А производная может все приведет? В импульс. Какой импульс? Ну, как бы оно уже по частям можно взять и тогда... Правильно, да? А с каким звуком, с каким звуком, что здесь предоставить? Так, ну, ну, минус И на П, ну... Спешите. Минус И на полу, правильно? И на плюс идет на полу. А, ну, у нас минус, а еще у нас знак поменеется, тогда мы по частям будем брать, так что плюс, да. Не-не-не-не-не-не. А? Ну, правильно. Ну, вы правильно описали. Почему? Третий раз знак поменяется. Да. Почему третий раз знак поменяется? А. Ну, что здесь написано на секундочку? Третий раз знак поменяется. Вот. Исходно написано следующее. Смотрите. Так напишу. Ф. Здесь стоит Y1, как бы написать, минус Y2. Минус Y2. Да. Ну, да. Здесь стоит Y2, Y2, да. И производная D по Y2. D по Y2. Ну, да. А, ну тогда правильно, тогда минус. То есть у вас здесь один плюс стоит, и из дифференцированной и из дифференцированной? Да. Ага. То есть всего получится что? Давайте вот эту штуку обзарем, что такое? Это точный пропагатор фотонного поля, да? D-menu, да. D-menu, D-menu. Давайте вместе с фурией преобразованием D-menu от импульса, да, соответственно? Да. То есть вместе с фурией преобразованием D-menu от импульса, да? Да. И оно сверкнется. Двое пив четвертая дельта функция, да. Два пив четвертая дельта функция. Два пив четвертая дельта функция, да. Поехали. Дельта два. Угу. На минус единица на кси. А, тут места не хватает. Угу. 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 А, тут места? Угу. А с другой стороны, у нас вот, что мы получили из исходного выражения? Что вот наше преобразование фурии от вот этого, да? Да. Равно? Духовому. Равно духовому, да? Да. А от него преобразование фурии к чему-то идет? Ну, скалярному пропагатору. Скалярному пропагатору. Скалярному пропагатору, да. Свернутому. Тоже с импульсом также. По кругу. Да. Пишем. Весь этот письмо сразу. Да. Так, ну, здесь тоже самое будет, наверное, два пив четвертая. Конечно. Будь слово, два пив четвертая эта функция, потому что эта штука зависит только от разности. Да. П. Ну, а с П1 плюс П2. Угу. Которые будут получиться против. Да. Тоже минус И. Ага. Минус И. Пмю. Так, вот по поводу минус И или плюс И. Вот здесь вот у вас стоит Х1. Производная она решена на Х1. Здесь производная была решена на Х2. Да. Тогда плюс И. Другой знак. Плюс И. Пмю. Пмю. От жены. Не, не секунду. От чего? От скалярного пропагатора. Да. Скалярный пропагатор в точной теории причем, заметьте. Да. Но это не взаимодействующие поля. Ага. Значит, это какое выражение будет? Что такое? Ну... Что такое зрение по вакууму? Ну и... Ну и... Что такое? Ну и... Да. И. И. П квадрат. П квадрат плюс И. П квадрат плюс И. Плюс И. Да. Угу. Вот. То есть, что мы с вами получили? Смотрите. Это точный пропагатор. Точный пропагатор. Да. А там совсем простой пропагатор. Значит, нам вводить в четвертую какую-то функцию мы сократим. Ну да. И получим такое соотношение. Давайте, например, здесь красивую почту подключить. Двянулась. Ну да. Так. Кси можно тоже в правую часть подключить. Ну да, я думаю. И то можно в правую часть. Дмюсню, бню. И в правую часть. АА с Дмю. АДВ. АА с Дмю равно. Равно. Так. Минус единица. Здесь наидомножили еще. Минус и. Так. Минус и на все. На 0. Угу. Делить на па квадрат плюсидой. Отлично. Угу. То есть, мы получили, что точный пропагатор. СНЕО. Точный пропагатор свернутый с поля дает нам такое выражение. Что мы про точный пропагатор говорим? Точный пропагатор можем записать в поперечную часть. Точный пропагатор. И продольную часть. Тогда наше тождество нам говорит нам что? Если я теперь это умножу на по ню, то первое слагаемое даст ноль. А второе слагаемое даст это выражение. Иначе dn это что такое умножить? Минус xc делится на кой квадрат плюс ноль. Это точный пропагатор. Здесь state. То есть мы что с вами получили? Мы с вами получили, что продольная часть фотонного пропагатора не перенормировалась. Помните такое утверждение? Ну да. То есть мы здесь вот это утверждение получили с помощью нашего преобразования. Обратите внимание. В результате перенормировки не меняется. В результате перенормировки не меняется. Потому что они все сюда флаг не будут давать. Ну это потому, что продольная степень не свободен из физически. Поэтому же. Ну можно так сказать, ну это бла-бла-бла. А вот на таком строгом языке это не что означает. То есть мы из тождеств, из симметрии вывели... Что мы с вами сделаем? У нас есть некая симметрия, новая дополнительная измерка. То есть мы вывели соотношение на функции Грина. Из этих соотношений получили уже известное нам тождество на пропагаторе. При этом мы рассмотрели только одну функцию Грина. Могли много рассмотреть разных. Получить много разных тождеств. И в принципе видно, что это очень мощный такой метод. Это была электродинамика. А здесь вот вопросы есть не получат. И все понятно. Есть еще силы на динамику? Часа еще вытерпите? Есть, да. Вытерпите, да? Ну давайте. Следующий пример. Чуть более интересный. Пример 2. Пример 2. Это перекомплей. У нас вадронжан вставляется в виде нулевого вадронжана. Да? Здесь точно так же у меня. С чертой у динамику. С чертой у динамику. Минус одночетвертый гриф минимума в квадрате. Да? Стандартное выражение. Далее. Вадронжан член фиксирующей калибровки. И вот он динамику. Где член фиксирующей калибровки. Ну, это не так. В лоренцах калибровки. У него с 1 на 2С. Динамику амин. А калибровки. У нас уже грионные поля. Поэтому у них индекс присоединенного происходил. Да? А на границах калибровки мы сами вводили. На одном из прошлых семинаров. Мы, правда, это делали для калибровки. Кулоновской калибровки. Но я вам сказал, что там все в точности аналогично. Все манипуляции достаточно такие же, как для кулоновской калибровки. И мы можем получить такое выражение. Dn с этой чертой. А. Производная действует только на поле артибуха. На. На. D. Mu. В одной раз так сделать. Mu. Mu. А. В. 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 поля, правильно? Давайте теперь я введу такой вот репсилон, я хочу чуть-чуть по-другому это означать, не круглый, который тоже есть инфинтезимальный параметр, бесконечно малый, но уже красный, т.е. он будет антикоммутировать со всеми фермионными полями, которые у меня есть, у меня есть поле от парков и поле от бухов, т.е. антикоммутатор с Пси, антикоммутатор с духом с Пси. Такой инфинтезимальный параметр. И давайте я рассмотрю кариболочное преобразование с параметом, кариболочным параметом, а вот и таким. швы, я там константы связи с Пси, кариболочным преобразованием, и духово поле, так же как там было, так как были по динамике, Са, Са. Вот такое преобразование я рассмотрю. Как запишется преобразование полей? Преобразование полей для глюона, если вы вспомните, инфинтезимальное преобразование. Это точное преобразование было в Пси, да? Инфинтезимальное, что будет? Здесь вместо Дмю будет кавариантно-производная, правильно? То есть Дмю будет кавариантно-производная АВ плюс В. Дмю будет кавариантно-производная АВ плюс О, да? Дмю будет кавариантно-производная АВ плюс О, да? Дальше. Временные понятны в Си преобразуются так же с кариболочным параметром, да? То есть это что такое было? И, Та, Та, А на Си, правильно? Где Та, это генераторы фундаментального представления. В фундаментальном представлении. В общем, так будет, что такое? И, Ж, И, Ж. Правильно, инфинтезимальный параметр, да? Преобразованные антикоммутирующие. Са, Са, духового поля, и Пси. Напоминаю, что мои поля Пси и духовые поля это антикоммутирующие поля. То есть между собой они антикоммутируют, да? Антикоммутируют. Это поле Пси написано. Теперь у меня картинка немножко другая. Здесь, потому что у меня есть отдельно дух и антидух. И они по-разному преобразуются. Преобразование духового поля, оно появляет следующим образом. Это есть минус. Эпсиол минусалон. Престейт Ф, А, В, С. А, С, В, С. Подписывайтесь на мой канал. Вот таким невинейным образом меняется полиоцеп, а полио антибиток. Оно вот так вот меняется, что здесь написано. Все, перестерксион, единисмаксин, единисмюн, амбиланс. Так, вроде бы я не включаю негатив. Сейчас еще раз посмотрим, чтобы действительно ничего не было. А, G забыл, константу G забыл здесь. Здесь идут, это не перебросочные трёхозавания, поэтому так не забудем, чтобы здесь. Вот, что нам сейчас нужно сделать. Нам нужно проверить, что наш подружок, первое, что нам нужно сделать, проверить, что наш подружок инвариантен относительно таких преобразований. Это первое. Второе, на основе этой инвариантности мы, опять же, можем взять некую функцию Грина, написать её, да, и получить из неё некое соотношение. Вот, окажется, что это соотношение, это ровно та связь между амплитулами, которая у нас была на предыдущем семинаре. То есть, мы возьмём такую функцию Грина, которая воспроизводит эти соотношения. Так, на основе он сейчас выглядит, поэтому мы, может, просто перенесём на завтра. Завтра падения не будет, потому что с 5 часов семинар будет. То есть, два дня назад. Да, два дня назад, да. То есть, что нам нужно с вами показать сейчас? Нам нужно показать, что вот это преобразование предстеп от члена, фиксирующего калибровку, и духового Лаконжиана. Равно мы идём, правильно? От остальных членов неинтересно его смотреть, потому что оно выглядит как калибровочное преобразование. Опять же, оно строится как калибровочное преобразование, верно? И поэтому он его ничего долго не даст. То есть, вот этот член, вот этот член, где стоит Пси с чертой, и Д минус Пси, и Ф минус одна четвёртая, и Ф минюал в квадрате. Он уже инвариантный, потому что оно по виду как калибровочное преобразование. То есть, оно можно рассмотрение вот в такой виде чего-то. Давайте её рассмотрим, и мы не будем в порядке с трек окончить. Что это такое будет? Давайте рассмотрим, как мы делаем калибру. Минус дни циланси, и Дмю анион в квадрате. А здесь будет стоять Дмю от Дельта А. Дельта А, как у нас Дельта А, Дельта А, Дельта А, А давайте мы сейчас видим одну вещь. Ага. Так. Я думаю, разумно на сегодняшний раз закончить. Информации уже много. Тогда сейчас закончим. Завтра в 9 часов остальное тоже передается. Закончим проверим вариантность. Построим также, как в экскодинамике, некую функцию Грина. И посмотрим, какое следствие из простой вариантности функции Грина у нас получится. Все тут было создано. Продолжение следует... Продолжение следует...